Теперь обо всем поподробнее. В Держинском впервые прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей микроавтобусов. В нем приняли участие сотрудники 10 компаний-перевозчиков. На специальной тренировочной площадке им пришлось преодолеть несколько испытаний. Подробности далее. Необычный, но полезный конкурс профессионального мастерства начался с регистрации и медицинского осмотра. Состояние здоровья всех водителей оказалось удовлетворительным, но на некоторых немного сказывается волнение перед состязанием. Немножко волнуется, 145 на 75. Ну, конечно, волнение. Но все хорошо. А уже потом на тренировочной площадке водителям напомнили о правилах оказания первой медицинской помощи. На специальном манекене участникам конкурса показали, как правильно делать массаж сердца и искусственное дыхание. Два вдоха и 15 нажимов на грудную клетку. Перед тем, как приступить к выполнению заданий, участникам в очередной раз напомнили, с какой целью проводится этот конкурс. Еще в советские времена такие мероприятия были неотъемлемой частью работы транспортного предприятия. Звание «Лучший водитель» давало право на прибавку к зарплате. Вот и сейчас принято решение возрождать старые добрые традиции. Те водители, которые занимали первые места, они еще в своих звеньях, отрядах становились водителями-наставниками. И они потом обучали молодых водителей, и это будет тоже сейчас внедряться, обучать молодых водителей правильному вождению, безопасному, безаварийному вождению. Безопасное и безаварийное вождение общественного транспорта действительно тема актуальная. Несмотря на то, что на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД на 12% снизилось количество аварий с участием автобусов и маршруток, количественный показатель остается довольно высоким. Огромное количество маршрутов, огромное количество перевозимых пассажиров. Но, к сожалению, пока показатель травматизма оставляет желать лучшего. Ну, наверное, это мероприятие, которое в этой сфере и позволит, в общем-то, что-то, я думаю, в лучшую сторону изменить. Проверка знаний дорожного движения, основ медицинской помощи, маневрирования и устранения технической неисправности. На каждом этапе конкурса выявили лучших водителей. Стоит отметить, что подготовка к соревнованиям началась еще полгода назад. Хотя, как отмечают участники, каждый выход на рейс – это и есть работа над самосовершенствованием. Как правило, тренировки проходят каждый день. Все-таки пассажиров возим, поэтому ответственность большая. Так что, в принципе, это со стажем все приходит. Последний раз подобный конкурс водительского мастерства проходил 4 года назад. Отныне мероприятие станет ежегодным. Для этих целей будут выделены средства из муниципального бюджета. Анна Троян, Луиза Игизарян и Александр Дегурко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Субтитры подогнал «Симон»!